Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о навигации и ориентировании в туризме. Это видео оно ориентировано на начинающих туристов и на будущих капитанов команд, на лидеров, те кто однажды взяв с собой своих друзей куда-нибудь в поход на природу возьмет на себя функция ориентирования. Ну как бы немножко о себе давайте расскажу. Я начал заниматься туризмом в начале 90-х годов. Мой самый первый поход состоялся в 93 году, когда поступил на геофак. И примерно в 95 году где-то там состоялось мое первое руководство походом. После этого у меня еще было 2-3 похода в качестве участника и все остальное время я занимался тем, что я руководил походами. Детскими походами, взрослыми походами. Вот и за это время немножко наработал опыта, появилось понимание. Вот наверное оно, понимание появилось наверное в последний момент уже сейчас, когда передо мной стал, поставили задачу, что надо делать дистанцию туриады. Я сначала, ну такой, на начинающих туристов надо все тут, 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 и только потом, вот как маркетолог начал думать, и у меня появилась такая мысль, блин, а надо ведь работать-то не с командами, а надо работать с капитанами. И поэтому мой вот этот вот контент, который я сейчас для вас приготовил и буду наверное еще готовить, он ориентирован больше на тех людей, кто будет лидерами, кто будет капитанами, кто будет набирать людей и будет заниматься их подготовкой. Это капитаны, это вообще особые люди, это особая каста, у них особое мышление и с ними надо вот как-то вот, это свои люди в первую очередь, в доску свои и поэтому я считаю, что надо помогать и всегда идти навстречу таким людям, объяснять, рассказывать, делиться всем наработанным. И вот это видео, оно как бы для вас, для, ну собственно и для тех, кто просто желает научиться ориентироваться и понимать немножко в этом деле. Почему опять же я начал затрагивать эту тему? Последнее время начало складываться впечатление, что всякое бывает в мире туризма и аварий тоже случается, но к счастью аварий не так много, но очень много наталкиваешься на таких материалов, когда реально люди идут с кем-то в поход, кому-то доверяются и, ну и в итоге кто-то их там ведет, а потом возникает, ой, а я типа не знал, а я не хотел там или не хотела, ну в общем всяко-всяко бывает, но я к этому вопросу отношусь следующим образом, что да, давайте сразу, я не буду вам говорить как надо делать, я буду говорить наверное от себя, как я бы сделал, как я думаю и возможно мой опыт вам будет в этом деле помогать, пригодиться в дальнейшем, ну и будете накапливать, нарабатывать свой опыт. Так вот вернемся к необходимости, понимания, значимости ориентирования и навигации. Ориентироваться и на местности надо уметь наверное каждому участнику в группе, в туристской группе, независимо от того ведут тебя инструктор или друзья тебя ведут, или у тебя там еще какой-то там руководитель есть, вот почему, потому что ну ситуации бывают разные, мой опыт подсказывает о том, что человек элементарно может отстать от группы и человек, который отстал от группы, да еще и заблудился, ну это вообще, это конечно, это конечно геморрой для руководителя, огромный геморрой, ну и как бы это косяк, который скажется на всей группе, на состоянии всей группы и на выполнении плана. Не скрою, что вот те две девочки, которые чуть не замерзли, ну одна замерзла, к сожалению, в январе на Канжаке, в массиве Канжаковского камня была авария буквально два или три года назад, тоже повлияли на мое мировоззрение в этом отношении, хоть это случилось и не в моей группе, но не дай бог, как говорится, вот я начал понимать, что значимость капитана, руководителя группы все время растет и увеличивается и я хочу подчеркнуть, именно наличие капитана и руководителя в той группе, оно, точнее сказать, его отсутствие, оно привело к таким фатальным последствиям, ну и тот момент, что девочки просто не смогли сориентироваться на местности, привело к тому, что девочки не смогли совершить те правильные действия, которые должны были сделать и итог мы все с вами знаем. Ну что, давайте поехали. Я сегодня хочу вас познакомить с очень полезным инструментом, сервис на карте точками, которым я сейчас пользуюсь очень и очень плотно в своей работе, он мне помогает в планировании маршрута, он мне помогает в просчете маршрута, раньше, скажем так, я им пользуюсь примерно год или два, раньше до этого я пользовался картами, ну и так называемым Google Земля, да, сервис, вот, тоже полезный сервис, ну немножко вот расскажу сейчас на карте Ме. Да, хотел еще отметить следующий момент, все то, что я сейчас сейчас делаю, это все делается в рамках подготовки к Туриаде, которая будет у нас буквально в ближайшее время в Свердловской области, в районе города Березовского, и поэтому, как бы, вот немножко буду на это дело опираться. А, ну еще хотел добавить, что хорошим тоном при ориентировании на маршруте, я считаю, того, что вы берете с собой навигатор заряженный треками, там, я не знаю, картами и так далее, всегда с собой берите компас и обычную бумажную карту. Я считаю, что это просто правило хорошего тона. Почему? Потому что, ну, опять же, опыт подсказывает, что навигатор может в любой момент по какой-то причине сдохнуть. Кончились батареи, аккумуляторы, все село и праздник закончился, все. А карта бумажная, она, ну, бумага, она и в Африке бумага. Итак, небольшой обзорчик, который я хотел бы вам показать этого сервиса, как им пользоваться, что в нем полезного и, самое главное, как этот сервис мне помогает для того, чтобы я мог решить свои задачи как руководитель, как ориентировщик для подготовки и планирования своего маршрута. Ну, начнем с того, что сервис открывается у нас в окне браузера. Вкладочка есть соответствующая на картине. Начнем с левого верхнего угла. Ну, окно поиска, стандартное для подобных задач. Сюда можно вводить любое географическое название, с координатой можно ввести ссылки и оно будет здесь все открыто. Это вот своеобразный масштаб, как он называется, линейный масштаб. То есть можно по длине отрезка примерно понимать расстояние. Здесь у нас масштабы, переключение масштабов карты 12, 13, по-моему, там 16, самый подробный, 17, да? О, еще даже 18 есть. Круто. Очень подробно. Ну, у каких-то карт есть, у каких-то нету. Нет, смотри-ка, есть. Так, вот у этих, по-моему, нету. Да, нет ТП-карты. Вот под этой кнопочкой у нас сосредоточены гиперссылки. Посмотреть это место на другой карте. Google, Яндекс, OpenStreetMap, Google Земля, 3D, Map и CZ, Wikimapia. Ну, тут все просто и понятно. Закройся. Так, сателлит откроем. Данный, данное приспособление, данный инструмент, это в первую очередь линейка, которая позволяет нам измерять. Нажимаем здесь, в левом верхнем углу, и у нас в правом нижнем углу открывается окошко. Называется линейка. Кстати, я хочу заметить, что у нас это окно русифицировано, да? Я в Google Chrome открыл. А в Mozilla оно у меня открывается со всеми надписями, вот этими английскими. Вот. Ну, тут у меня стоит просто переводчик по умолчанию, и он поэтому переводит все. Работает здесь следующим образом. Линейка у нас открылась, и вы можете кликнуть на один предмет, и дальше пошли. Вот так вот. Можно маршрут таким образом прокладывать по какой-то кривой, прямой линии. Вот. Чтобы закончить, надо двойной клик сделать. Когда мы закончили прорисовку маршрута, у нас на линеечке видно расстояние, и его видно, кстати, вот здесь вот тоже, на линеечке. Вот. Можно удалить этот промер, чтобы он нам не мешался. Удаляем. Дальше есть полезный инструмент. Обзор, панорам, улиц. Ну, это стандартно для городских объектов. На нем я останавливаться не буду. Он нам не нужен, потому что мы, туристы, ходим в лесу. Закрываем его. Координаты. Координаты тоже полезный сервис. Если вы хотите с кем-то поделиться каким-то местом, и надо скинуть его координаты, вы берете и правой кнопкой мыши наводите на предмет, и правой кнопкой мыши копировать координаты в буфер обмена. Хоп. Все, скопировано. То есть теперь вы можете координаты отправить кому угодно. Они открываются у вас вот в таком примерно формате. Так. Вставить. Ctrl-V. Вот. Можно в таком формате. Можно в другом каком-то формате это сделать. Так. Вырубаем. Компас. Компас такой вот здесь нарисован для определения истинного азимута, магнитного азимута. Ну, я думаю, что все, наверное, знают. Хотя, наверное, для начинающих можно и пояснить, что у нас есть линии истинного азимута, истинный меридиан и магнитный меридиан. Есть истинный полюс и магнитный полюс. Истинный полюс образован пересечением линий градусной сетки меридианов, меридианами. А магнитный полюс, он образован пересечением магнитных меридианов. То есть определяется по силовым линиям магнитным, которые идут от одного полюса до другого. Эти меридианы не совпадают. И таким образом возникает разница между положением магнитного полюса и истинного полюса. И поэтому эти направления могут отличаться. Давайте для примера вам покажу. То есть азимут с этой точки вот на эту. К примеру, мы видим, что у нас истинный азимут 79 градусов, а магнитный 64. Надо еще что сказать. Что у нас всегда азимут считается от направления на север. Направление на север у нас где-то вот тут. И идет по часовой стрелке. Закрываем. Нам больше это не надо. Так, и это у нас... А, это где я нахожусь. Я в Рамеле нахожусь. Так, вернемся. Это надо будет отключить. Отключаем. Полезный сервис примерно определяет, где кто находится. Для самоопределения. Правый верхний угол, это у нас слои. Слоев много, сразу говорю. Ну, как бы, для удобства ориентирования. Здесь OpenStreetMap. Есть хорошая карта, но в ней нет горизонталей. Хотя показаны просеки, основные тропинки. Ну, какие-то интересные моменты. Населенные пункты, дороги. OpenStreetMap уже поинтереснее. И здесь уже есть рельеф. Вот такие вот горизонтальки. Для ориентировщика, для руководителя это уже определенный показатель. Вот у нас крутые склоны показаны. Горизонтали проходят близко-близко друг к другу. Так, вот аналог OpenStreetMap. Map и Чезет Турист. Ну, в принципе, без разницы. Что-то, что другой вариант можно использовать спокойно. Так, S3 Satellite. Я вообще никогда не пользуюсь, потому что, ну, это обычные космические снимки. Что Яндекс.Спутник, что Гугл.Спутник. Вот, ну, Гугл.Спутник, Яндекс.Спутник тут уже кому как. В зависимости, я и так, и так использую. В зависимости от того, насколько подробные снимки. Так, из полезных еще здесь что есть? Есть маршруты. Ну, они, как правило, такого до 500 метровки примерно. Топомаппер. Одна километровка. Вот. Ну, пошли вот нижняя часть. Вот тут уже поинтереснее есть. Здесь есть интересный, вот, например, Расы. Расы, кстати, где можно выбрать слои. Слои выбираются вот с помощью нажатия на шестереночку. И здесь можно выбрать нужные вам слои. И их, грубо говоря, туда добавить. Я вот, наоборот, бы лишнего убрал бы отсюда вообще. Так, Расы. Это как раз у нас район для спортивного ориентирования. Вот крупный район. Очень, кстати, удобно. Кто занимается спортивным ориентированием, бам, уже есть готовая карта. Я даже не знал. Буквально готовясь к этому материалу, начал записывать. И с удивлением нашел этот момент. Ну, я рад, честно говоря. Мне это поможет. Вот. Ну, это в таких вот населенных пунктах, где что-то все есть. Где спортом занимаются. Отрисованы эти карты. Ну, тоже вот о спорт. То же самое. Ориентирование. GPS-следы. Это кто-то где-то бегал, зарегистрировался. Не знаю. Всякие сервисы, откуда-то треки вытаскиваются. И с этим я еще пока не разобрался. Ну, так вот. Нашел интересный момент. Где-то даже есть тут я ходил, наверное. Вот есть еще полезная штука. Вот такие карты. Это 500 метровка. И есть 250 метровка. Очень подробные карты. Вот. Это у нас полигон нашей Зарницы. Ладно. С этим... А, ну, вот еще интересный момент хотел показать. Викимапия. Викимапия. Это подписанные объекты. Интерактивно. То есть можно посмотреть. Контеджный поселок Шишкино. Черемшанка. Ну, вот при подготовке к маршруту. Можно всегда открыть. И там везде появятся вот такие вот подписи. Чертовски полезная штука. Чтобы не искать, не бегать по картам. Вот. Ну, а теперь переходим непосредственно к практической части. Так. У нас нижний правый угол. Как создавать трек. Как его редактировать. И самое главное. Как сохранить и сделать файл в формате GPX. GPX формат. Это особые файлы. Это XML. Но они необходимы для передачи текстовых данных о маршруте. Это координаты и высоты расположения точек. Любой трек может создать двумя путями. Либо нажав на плюсик. Появляется новый трек. И первое, что вы начинаете. Вы начинаете добавлять точки движения. Для чего это нужно. Вот. Можно убрать точки движения. В процессе планирования маршрута. Я так или иначе. Сейчас. Последнее время. Делаю предварительный сначала трек. Которого я буду потом придерживаться в GPS навигаторе. Так вот. Предварительный трек. Он создается именно с помощью вот этого инструмента. Перед выходом на маршрут. В процессе подготовки к маршруту. Я делаю так называемые треки. Примерные. То есть которых я буду потом придерживаться на маршруте. Допустим. Мне надо пройти от базы отдыха Зорница. Шиловка. До. Допустим. Какой-то точки. Ну. К примеру. Вот к этой поляне. Мне надо сейчас выбрать маршрут. И нарисовать этот трек. Что я делаю. Я начинаю пользоваться разными картами. Я вижу примерно. Что у меня есть вот дорога. Вот она дорога. И дальше движение по просеке. И мы должны прийти вот сюда. То есть. Смотрим Google Сателлит. Вот она наша поляна. Поэтому мы сейчас прокладываем. Точка старт. У нас база отдыха Шиловский. Мы создаем сейчас трек. Его можно создавать. Либо с помощью вот этого плюсика. Либо с помощью вот этого инструмента линейка. Но. Если мы сделаем линейкой трек. У меня здесь на карте прямо появятся отметки километража. Вот можно так вот сделать. Пошли. И видите да. Основные ключевые точки. Появляются отметки. Я прокладываю маршрут прямо по нарисованным линиям. Так. Вот сюда можно. Если мне что-то не нравится где-то. Я могу вот так вот редактировать трек. Очень удобный инструмент. Можно менять масштаб. Да. Вот видите. У меня тут сползло немножко. Можно добавлять промежуточные пункты. Чтобы точнее все это дело шло. Легло. Для чего это. Сейчас тоже расскажу. Вот мы идем. Прокладываем. 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 И это у нас 4,5 уже километра точка. Удобно с линейкой конечно. Но в навигаторе сразу вам говорю. Когда будете сохранять этот трек. В навигаторе все равно у вас будет возможность разбивки этого маршрута на километры. И так вот до этой поляны я доберусь за все 6 километров 640 метров. То есть можно вот таким вариантом пойти. Можно добавив новый трек здесь. Но вот этот трек. У него есть возможность делать точки. Сейчас покажу каким образом это сделать. Линейку мы сейчас выключаем. И пошли трек делать уже. Который идет именно трек без промеров. Но надо сказать. Вот здесь у нас все равно пишется расстояние. Поэтому это не такой уж принципиальный момент. Нужны ли нам эти отметки километров сейчас здесь на карте. Вот я точно так же сейчас пользуюсь. Здесь мы пойдем вот через эту поляну. Можем даже Google Сателлит использовать. Вот Google Сателлит мне больше нравится. Потому что видно сразу состояние дорог. Мы видим. То есть где лучше идти. Вот просека по которой мы шли. На Вите едва заметная. Ее придется ловить. И вот кстати вот этот трек который здесь будет идти. Нам очень сильно в этом поможет. Уже на местности. Пошли. Пошли. Пошли мы дальше. Дорожки видите. Читаются на космических снимках очень хорошо. Поэтому если они читаются на снимке хорошо. Значит не на местности точно будут читаться тоже хорошо. Здесь дорога даже какой-то прямо асфальт. Вот где здесь идти. Тут или тут. Но вот здесь вот лучше дорога. Даже несмотря на то что она кажется немножко длиннее. Вот. Я думаю что лучше пойти длиннее. Но по более хорошей дороге. Хотя многие со мной могут не согласиться. Некоторым интереснее ходить по буреломам. Но с учетом того что мы все таки живем. В снежном районе. И снега здесь выпадает очень много. Но в разумных пределах. Лучше все таки по дороге. Там больше шансов что будет накатано. И вот мы пришли к нашей базе отдыха зорница. Прошли. И у нас. Ну вот. Шесть. Так. Шесть километров девятьсот метров. Чуть чуть по длине получился трек. А за счет чего? За счет того что мы вот этот угол здесь сделали. Вот угол у нас. И вот тут вот еще. Уголочек получился. Ну. Как то так да. Что полезного еще. Вот здесь. У этих. Давайте сразу трек назовем. Трек можно назвать. С помощью. Вот. Возможности здесь вот. Вот точки. Тыкаем. Переименовать. Назвать трек. Так. Трек. От поляны. К базе отдыха. Зорница. Так. Ок. Вот он у нас. Появилось его название. Здесь мы можем еще делать дополнительные точки. Которые нам надо посетить. Мы можем посетить. Например. Вот эту поляну. Ставим точку. И сейчас надо назвать ее название. Поляна. Например. Видите появилась эта точка. Так. Теперь у нас. Вот интересное что-то. Что-то. Какой-то монастырь. Храм стоит. Давайте еще на этот храм сходим. Ну. Напишем храм. Да. Кстати. Завтра пойду сюда гулять. Поэтому. Я готовлю себе материал. На завтра. Мне надо еще завтра будет посмотреть. Вот здесь вот. Это место. Так. Что-то тут тоже интересное. Так. Дорога. Край. Вот. Такие вот точки у нас сохраняются. Теперь как. Как. Это дело все. Отсюда выгрузить. И загрузить на свой навигатор. Вот для этого как раз и нужен. Файл в формате GPX. Давайте посмотрим. Что у нас тут есть. Еще в настройках. Мы можем сделать дубликат. Вот он. Название трека. Его имя. Можно создать новое. Создать дубликат этого трека. Обеспечить регресс. Не знаю чем. Не пользовался ни разу. Показать профиль высот. По движению. Ну вот. Можно вот так вот. Полезная кстати тоже опция. Для тех кто бегом занимается. Или еще как-то. Ну вот. Можно спланировать. Варианты движения. То есть. Тут у нас горка в одном месте. Вот тут вот. Самое высокое место. Все остальное. Все вниз там. Вниз вверх там. Ну. Рельеф относительно ровный здесь. Дальше поехали. Удалить. Удалять мы его сейчас не будем. Вот. Сохранить как GPX. Сохранить как KML. Ну. Что такое KML и GPX. GPX это свободный формат. Он. Его принимает любой навигатор. А вот KML. Это формат. С которым работает. Google. Земля. Программа есть такая. Google. Земля. Ихний специфический формат. Вот. Он отличается вот этой. Семантической разметкой. Вот. Поэтому мы. Сохраняем его в формате GPX. Можно этим треком поделиться. Ну. Скопировать ссылку на трек. И выслать другу. Друг получит. Зайдет на эту карту. Но. Это для того. Чтобы. Не загружать в навигатор. А чисто на самом сервисе посмотреть. Вот. Но. Я рекомендую вам. Сохранить. Значит. Данный трек. В формате GPX. С добавлением. С добавленной высотой. Это потом поможет вам. Работать в навигаторе. Делается следующим образом. Раз. И дальше вы указываете. Куда вам надо. Так. Трек от полян. Сохраняем. Все. Сохраняем. Сохраняем. Сохраняем в формате GPX. Так. Сейчас покажу. Как он открывается. Чтобы не было. Трек от поляны. Ищем. 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 Нет. Вот он. И открываем его с помощью блокнота. Вот он. Вот так вот у нас выглядит. Вот это вот у нас точки отмечены. Которые мы показывали. Поляна, храм, дорога, край. А это вот сам трек. Вот он. Прописан. Это высота. А это координаты каждой точки. Вот так вот у нас это все дело выглядит. Так. Дальше поехали. Ну и последнее, что я вам хотел показать. Из полезных опций. Полезностей. Это вот возможность распечатать карты. Распечатать. Распечатать ее вместе с вот этими треками. С отметками, которые у вас есть. Вы выбираете сами ту карту, которая вам удобнее. Это может быть Google Сателлит. Это может быть OpenTopMap. Это может быть маршруты.ру в таком вот формате. Выбираете. Дальше. Кликаем вот сюда на кнопочку. Показывайте масштаб. Допустим, 100 метровка мне нужна. Мы сейчас выбрали масштаб записи. И выбрали лист, как он будет выглядеть. Либо так, либо так. Вот. Один лист. Вот такой мы сделаем. 100 метровку мы выбрали. Так. Это и у нас вот один лист вот такой вот будет. Ну и после этого мы сохраняем их в PDF. Так, чтобы они у нас пересекались немножко краями. Сохраняем в PDF. Скачиваем. Сразу говорю, что здесь у нас забиты размеры листа А4. Так. Ну давайте посмотрим тут маршруты. Сюда у нас сохранился. И откроем его. Вот наш. Это уже можно распечатывать на любом принтере. Это у нас рабочая карта с нанесенными маршрутами. Вот. То есть эту карту вы можете сразу потом взять с собой на маршрут. У вас уже маршрут на трек прорисован. Ну и как бы в помощь он вам в общем-то пригодится. Ну для... Так подробно я конечно вам тут на маршрутах не советую это делать. Так. А как мне сейчас убрать эти листы? Удалить. И удалить. Ну километровку сделаем здесь. Вот такой вот. Весь лист у нас как раз влезет. Так. Ага. Километровка. 500 метровку лучше. Весь полигон влезет. Ну вот. Сохраняем PDF. Здесь у нас кстати забита граница полигона. Наши туре Ады. Вот. Сейчас мы сделаем из него. Километровку. То есть вы с собой сейчас получается можете забрать трек в формате GPX. С прорисованным маршрутом с границами полигона. И забрать с собой бумажную карту. Распечатанную. Вот наш весь полигон. Есть на карте. Можно пользоваться с удовольствием. Все пропечатано. Все есть. Я считаю что это блестящий. Отличный инструмент. Который поможет любому организатору. Хорошо и правильно ориентироваться на местности. И конечно есть еще масса нюансов. Которые надо учитывать. Но я постараюсь все таки наверное себя взять в руки. И начать этими вещами делиться. Рассказывать. Вот. Так. Значит еще. Закрываем все это красоту. Что я хотел сказать. Как бы добавить на уже на окончание. Что вот с помощью вот этих вот треков можно что сделать. Помимо того чтобы прорисовать маршрут. И отметить ключевые точки маршрута. Я вот отметил границу полигона. Границы областей каких-то можно. Тормозные какие-то ориентиры. Еще что-то можно отмечать. Целевые точки. Поэтому. Как говорится пользуйтесь. Отличный прекрасный сервис. Который я рекомендую. И который вам в любом случае пригодится. Вот. Ну что на этом на сегодня закончим. И до встречи на Туриаде. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok